Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оона, в Ниде Иисус в Иерусалим, и в церковь, соглядав вся, поздью уже сущий часу, из Иди Вифанию сабима на десяти, и нутрия, ишедшим им от Вифании в залка, и, видев смоковницу издалече, имущую листве, прииде, ащу бочту обрещет на ней, и пришед к ней не часоже обрете, то к молистве, не убобив ремя с моквом. И отвечав Иисус речей, да ни к тому от Тебе вовеки никто же плода снесть. И слыших ученицы Его, и придо шапаки в Иерусалим, и вшиты Иисус в церковь начат изгонить и продающие, и купующие в церкви, и трапезы торжняком, и седалище продающие голуби из провержи, и на яши доктомимы несет сосуд сквозь церковь, и учаше глаголе им, несли писаная, как храмы, храм молитвы наречится всем языком, «Вы же сотвористи Его вертия прозбойникам». И слышаше книжницы архиреи, и скаху, как ягу погубят, бояху бы си Его, яка весь народ дивляшися учени Его. Яка поздя бывсть, и схождаше вон из града, и утром мимоходяще видеше смоковницу, и сохшу искорение. И, воспоминав Петер глагола ему, рови, вишь смоковницу, и уже проклят усше. И, отвечав Иисус глагола им, имейте веру Божию. Аминь, Бог, глаголю вам, яка ижаще речет горе сей, двигнись и верися в море, и не размыслить сердце своим, но веру имет, яка ежа глаголит бывает, будет ему ижаще речет. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры, сегодня вторник, 5 февраля, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, главу 11, с 11 по 23 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Новозавета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, видев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смокв. И сказал Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме. Из столы миновщиков и из камей продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли дома и дома молитвы, наречется для всех народов. А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его. Ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру в Божию, ибо истинно говорю вам. Если кто скажет, горе и сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем. Но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами читаем. Господь входит в Иерусалим, приходит туда, где ему должно много пострадать, быть отверженным народом, преданным пересвященниками, книжниками. Быть убитым, где он воскреснет. Вот ходит в храм, и так время позднее, после осмотра его, ходит в Вифанию с двенадцатью. То есть все это уже последние дни земной жизни спасителей идут. В следующий день, выходя из Вифании, видимо, английский Марк говорит, что взалкал, и, видев издалека смоковницу, покрытую листью, подошел, ища плодов для того, чтобы подкрепить свои человеческие силы. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. Вот здесь вот тут же возникает вопрос порой читателя, что, ну ведь действительно, не было время еще плодов. Почему же такой строгий суд над смоковницей? Почему же он потом сказал ей, что, да, отныне вкушает никто тебя плодовек, и смоковница засохла? Вот здесь вот, как говорят исследователи, часто на этом дереве плоды оставались как бы с прошлого урожая. И среди листьев вполне можно было их найти. Что-то вообще дерево, покрытое зеленой листой, свидетельствует вроде бы о жизнеспособности своей. Да если ты живой, значит, должны быть плоды у тебя. И то есть, ну и если пока еще новые не наступили, но старые плоды должны быть, вот их не нашлось. Ну, конечно же, здесь история ведь не о смоковнице, а самой по себе. Эта история, впервые, касается иудейского народа. Господь пришел к народу, ища плодов, плодов веры, любви, святости. Да пусть еще ветхозаветных плодов, потому что еще не наступило время Нового Завета для вот этих людей, для евреев, но не нашел. Нашел все, нашел дерево, нашел листву. То есть это, можно сказать, так символически говорится, о какой-то государственности, о такой самоидентичности иудеев. Не считая себя действительно народным богоизбранным, особенным. В тот момент это важно было. Важным было себя противопоставить языческому миру. Храм с его богослужением, с его жертвоприношением, вся эта ритуальная часть, огромное количество священников, левитов. Все это было. Но когда-то было, как вот это вот буйная зеленая листва. Все красиво, все хорошо, а плодов нет. Нет плодов. Также эта история с смоковницей может касаться каждого из нас. Часто у нас в жизни наша вера, наше христианство порой похоже больше на листву, нежели на тот плод, который Господь ищет. Заглянув в свое сердце, порой мы можем видеть там что-то неприятное. Нечасто встретим там любовь, крутость, милосердие, веру, сострадание, терпение, надежду. Все то, что должно быть плодом нашего христианства, нашей духовной жизни. Зачастую мы внешние вещи ставим на первое место и делаем это. Чаще всего мы пытаемся казаться, а не быть. Так вот тут, конечно, читают это Евангелие, надо испугаться каждому из нас, подумать, а что я дам Богу, если он вдруг придет и потребует плодов, потребует ответа за жизнь мою. А также вот эта еще история говорит о суде Божьем. Здесь Господь показывает, что да, Он Бог, есть любовь, Он милостивый, Он готов прощать всякого кающегося грешника, но одновременно Он есть Господь, Он есть владыка всего. И в руках суд. По Его слову происходит суд. Что Господь, кроме того, что милует, Он может и наказывать. Вот Он может и карать. Это тоже очень важно понимать, что в руках сил. Что Господь не какой-то, знаете, добрый старичок, сидящий на облачке, и в которого, знаете, хоть заплюйся, ничего тебе не сделают. Часто вот так вот люди в своем таком поголтелом, безумном безбожничестве пытаются поступать. Хули о церковь, хули о святыне, думаешь, там, если есть Бог, да к ничему потерпит. Безумие, но тем не менее. Порой такое отношение людей к Творцу своему. Напомню, Господь может карать, карать очень строго и сурово. Дальше, что мы видим, Господь входит в Иерусалим, снова приходит в храм, находит там место благоговения, молитвенности, порядка, находит там какой-то, знаете, такой торговый центр. Продают, покупают мне деньги, шум, гам, все это вот это вот уже в храме, ну, во дворе еще храм, но это все уже к храму относилось. И на все это есть там разрешение и властей, и пересвященников, и так далее. Те люди, которые должны были следить за порядком, следить за святостью места, они на этом деле деньги зарабатывали. Господь изгоняет туда всех, запрещает, даже вот так вот через храм вещики носить, потому что тоже нарушает благоговение, это лишает страха Божия. Училы, говоря, не написано ли, дом и дом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников. Видим, что книжники, просвященники здесь, они скрижат, чуть-чуть зубами буквально от злобы, хотят погубить его, но боятся народа. Народ все равно Христа здесь слушает и соглашается с ним в большинстве своем. Дальше мы видим, ходит Господь вновь из Иерусалима, с полутру снова идут в этот город, из Вифании, и вновь приходит мимо смоковинца, которая вот засохла. Испомнив, Петр говорит о мурави, посмотри, смоковинца, которую ты проклял, засохла. То есть здесь Петра, особенно вот ужасает, даже вот так, наверное, можно сказать, та сила слова и та скорость, что ли, вот этого события. С одной стороны, он видел множество чудес, которые Христос сотворил. Но, видимо, каждый раз вот это свидетельство силы божественного в Христе, оно поражало его до глубины его существа. Так вот здесь говорит, что рви, посмотри, ты скал смоковницы, и она засохла. И вот так Господь им, ученикам своим, всем нам, даёт такое вот научение, что мы должны с верой всегда говорить, что мы, во-первых, должны за своими словами всегда смотреть, но если говорим, то слова должны быть с верой и с силой. Но имейте веру в Божию, да будьте с Богом и соединены своим сердцем, тогда всё вам будет доступно, всё будет вам возможно. Да даже горы сможете переставлять. По поводу того, чтобы не усомниться в сердце своём, но поверить, что это будет по словам моего, как раз вот это несомненное состояние, но и происходит в человеке после того, как Дух Святой вселяется в сердце человека. Когда человек освобождается от страстей своих, тогда он и получает вот эту в Боге непоколебимость. Действительно, тогда он творит уже чудеса. Ну, правильнее сказать, Бог через человека начинает творить чудеса. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим в сегодняшний день. Читали мы с вами Евангелие от Марка, главу 11, с 11 по 23 стих. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!